Пришел, посидел, выпил, закусил, справил нужду и поехал. Это не переход, а бесплатный общественный туалет, говорят сотрудники Адамтехнадзора. Штукатурка осыпается, краска тоже, лампы не работают. Здесь не только находиться неприятно, но еще и опасно. Вот эти металлические панели не сегодня-завтра упадут кому-нибудь на голову. А здесь получается сход для колясок. То есть может мама идти с детьми и, не дай бог, конечно, свалится. Проверку по содержанию территории РЖД провели по обращениям жителей. Люди уже устали от этого. Мы ведем порядок, мы зайдем посмотрим, в каком состоянии. Мы ездим на работу, я 15 лет тут катаюсь. На валы мелкого мусора встречаются экземпляры покрупнее, а еще и строительные материалы. Мусор на путях и несанкционированная свалка. Поэтому изначально проверка территории планировалась совместно с сотрудниками РЖД. Представителям РЖД было направлено письмо о совместной проверке. Но в назначенное время представителей РЖД никто не явился. Следить за территорией убирать мусор не хотят, говорит Александр Истомин. А если убирают, то местами. Несмотря на прошедший субботник, чище не стало. Даже под надзором местной администрации. В данном месте мусор был выбран в субботу. Сейчас вот опять продолжается. По итогам проверки представителей РЖД вызовут в госсадом технадзор. Там составят протокол и выпишут штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Анна Ионова, Александр Попов, ДРТВ.